Ну а если вы ищете традиционное украшение на любой случай жизни, у меня для вас есть спецпредложение во всех смыслах этого слова. Потому что бусы, янтарная палитра это особое предложение от канала Shop'n'Show. Цена актуальна только сегодня 1699 рублей. Вот такова стоимость этих уникальных бус натуральный. Янтарь, натуральная застывшая смола древнейших деревьев, никогда два янтарных камня не будут похожи. Это всегда нечто уникальное, индивидуальное. То, что вы получаете, это, ну знаете, это дар природы. Причем я хочу сейчас порадовать любителей разного янтаря. Если вы предпочитаете янтарь натуральный, обработанный, ну то есть такой классический, это действительно традиционный янтарь, пожалуйста, вот он, собственно, на ваших экранах. Такой янтарь отличается глянцевым блеском, он отполирован. Если же вы любите все предельно натуральное и стильное, сейчас именно естественность в моде, то вашему вниманию я предлагаю янтарь необработанный, неотшлифованный. Он, знаете, отличается таким особым покрытием, ощущение, как будто бы сверху слой сахара, как будто бы он карамелизирован. Ну вот, посмотрите, на самом деле огромное количество носки у этого необычного ювелирного аксессуара. Огромное количество вариантов, мы все их будем пробовать, мы будем пытаться носить по-разному. И я уверена, что каждый из вас найдет нечто необычное для себя, что-то особенное, что понравится именно вам. Еще раз хочу для того, чтобы у нас появилась ясность продемонстрировать вам теперь уже в руках разницу между янтарем шлифованным, то есть обработанным, это традиционный классический янтарь, который мы все с вами привыкли видеть и носить, и между янтарем, который не обработан, неотшлифован и, собственно, который является последним писком ювелирной моды, потому что сейчас все естественное в моде. Давайте посмотрим еще раз. Внимательно, я специально демонстрирую вам две нити бус, чтобы была у нас четкая разница, чтобы мы с вами точно осознавали, где что. Ну вот смотрите, который у нас больше блестит и переливается, он имеет глянцевый отблеск, это янтарь отполированный, то есть сами вот эти вот янтарные капли застывшей смолы отшлифованы, ну а вот тут у нас неотполированный, нешлифованный, он имеет, ну как я уже отметила, такое, знаете, как будто бы карамелизированное покрытие, как будто бы сахар на нем застыл. Очень вкусное вообще любое янтарное украшение, оно всегда отличается именно тем, что оно поднимает настроение. Это как будто бы кусочек, капля солнышка у вас на груди, либо у вас в руках. Ну а эти бусы, янтарная палитра, это украшение и для зоны декольте, и для ваших запястьев, потому что, подчеркну, длина 120 сантиметров. И представляете, вот при этой огромной длине, редчайшей длине, которую в магазине днем с огнем, не сыщешь, вес всего лишь 60 грамм. Это комфортный вес, который позволит вам эти бусы носить и на шее, и на руке, целый день, не расставаясь с ними. Хотите приблизить весну? Хотите, чтобы она как можно быстрее пришла к нам в гости? Пожалуйста, выбирайте янтарь. Это действительно осколок солнца. У янтаря огромное количество красивейших названий, собственно, одно из них осколок солнца, капля солнца. Вот, пожалуйста, еще один вариант носки этих изумительных бус потрясающей длины. Вы можете сами придумать что-то, вы можете воспользоваться нашими идеями. Ну, а я могу сказать, что мои коллеги, причем не только те, которые работают в кадре, вчера уже успели эти бусы примерить. И знаете, каждая придумала что-то свое. У каждой какой-то свой вариант, причем мы наблюдали, мы сотрудники рубрики украшения на наших коллег, и понимали, что вот буквально на ходу у них что-то рождается новое интересное. Ну, вот наша прекрасная Любаня выбрала такой способ. Далее, посмотрите, наша замечательная, восхитительная Полина решила надеть на запястье. Ну, а это у нас уже хорошо известная вам дама, которая работает в кадре. Сейчас вы узнаете, о ком речь. Это Елена. Она решила в две нити надеть. Ну, а Светлана, видите, предпочла такой уже стиль опера, завязанный на узел, и плюс сочетает с этими же бусами на руке. Арина, посмотрите, как интересно по-французски, с французским шаром. Это прекрасный Таис, наш декоратор, которая тоже присмотрела себе эти бусы. Они приглянулись именно потому, что у них огромное количество вариантов носки. Модификаций, на самом деле, энное количество, я бы сказала, даже бесконечное. Вы ограничены только собственной фантазией. Ну, а мы вас сегодня вообще не ограничиваем количеством, пока это только первый эфир. Я буквально перехожу на шепот, чтобы сообщить вам, что у нас часто такое бывает со второго эфира. Мы вводим ограничения, допустим, не более пяти или не более трех специальных предложений в одни руки, потому что понимаем, сейчас начнется ажиотаж, и кто-то один, двое, трое могут раскупить весь запас специального предложения. Мы же хотим, чтобы это специальное предложение досталось большему количеству наших зрительниц. Пока никаких ограничений не введено. Ну, а сейчас загадка, задачка для самых внимательных и сообразительных. Найдите в кадре застежку от этих бус. Да, в этом-то и удивительная прелесть данных бус. Бус очень часто длинные украшения на шею, будь то жемчужные, янтарные или какие-либо другие бусы, не имеют застежки. Подразумевается, что вы их будете через голову вот так вот переворачивать и надевать, но это фантастическое предложение. Обратите, пожалуйста, внимание. Ну, кто нашел? Тут сложно, сложно найти, и надо знать, как она выглядит, чтобы не запутаться. Вот она на ваших экранах. Посмотрите, это винтовая застежка, очень комфортная. Вписано идеальное вплетение в этих бус, это винтовой замочек, вот так он называется. Он накручивается, это один из самых надежных замочков для бус. С ним точно ничего не случится, вам всегда будет очень комфортно. Зачем сделана застежка на таких длинных бусах? У кого-то может возникнуть вопрос. А я вам сейчас объясню. Это очень мудрое решение. Давайте вспоминайте, милые дамы, у каждой была такая ситуация, я уверена. Когда вы длинные бусы начинаете закручивать вокруг шеи и хотите, допустим, надеть их в три ряда, и в общем-то длина позволяет, но из-за отсутствия застежки не получается именно в три ряда надеть бусы. И приходится довольствоваться тем, что получается, собственно. Здесь никаких ограничений, эти бусы простор для фантазии. Это, знаете, такая янтарная тропа к вашему абсолютно новому, уникальному внешнему виду каждый день. Вот кто-то может задать вопрос вообще, возможно ли такое с одним и тем же украшением на шею быть разным каждый день? Я вам точно отвечаю. С бусами янтарная палитра такое точно возможно. Еще раз акцентирую внимание на том, что у нас два варианта для вас имеется. Янтарь полированный, янтарь не шлифованный. Выбирайте то, что вы предпочтете, то, что вы обычно носите, с чем сочетаете. Но с другой стороны, я хочу сделать вам, знаете, вот такое вот предложение. Я хочу вас удивить тем, что вы можете смело сочетать два варианта. И шлифованный, и не шлифованный. Посмотрите, пожалуйста. Вы же видите, вот даже сейчас у меня в руках обе версии сочетаются. Давайте я вам сделаю такое предположение. Вы можете, допустим, шлифованную нитьбу сносить именно как бусы, то есть на шее в зоне декольте, а не шлифованные надеть на запястье, как браслет. Вот это стиль, вот это сочетание. Такого комплекта не будет ни у кого. Продолжение следует... Продолжение следует...